Это вовсе не военные учения, а зона боевых действий на Украине, где съемочная группа BBC освещала стрельбу возле аэропорта Донецка весной 2014 года. Ольга Ившина, специальный корреспондент BBC, побывала во многих горячих точках. Она освещала события на Майдане в Киеве, вооруженный конфликт на Донбассе, референдум в Крыму и многое другое. 24 октября в Высшей школе журналистики и медиа-коммуникации КФУ Ольга провела мастер-класс для студентов. Вначале она поделилась, как начиналась ее карьера журналиста, изначально работала в разных печатных изданиях, затем на ГТРК Татарстан, а после уехала в Москву. Там и начала свою карьеру как международный корреспондент BBC. Вскоре работу продолжила в Лондоне, где она, проявив инициативу, стала освещать события в разных горячих точках. В любой профессии есть сложности, а с какими трудностями сталкивается журналист на линии фронта, рассказала нам Ольга Евшина. Главная сложность – это объективность, представить две точки зрения. И вторая – это, конечно, постараться воздержаться от эмоциональных оценок, от этого всплеска. Потому что мы все люди, там страшные вещи происходят. И постараться отделить эмоции и выдумку от правды, постараться не скатиться ни в ту, ни в другую сторону – самое сложное. Начинающие журналисты хотели как можно больше узнать о работе журналиста на линии фронта. Итак, каким же он должен быть? Быть вдумчивым, порядочным, порядочным по отношению к своим зрителям, порядочным по отношению к героям своих сюжетов, чтобы не подвергнуть их опасности, никак не оскорбить или не обидеть их чувства. Потому что где война, там всегда смерть, там всегда очень тонкие вещи. В общем-то, работа на войне не сильно отличается от работы в обычной жизни. Просто цена ошибки выше. Особенностей корреспондента на войне очень много. Главное – просто оставаться порядочным человеком и критически оценивать свои поступки и тех, о ком ты рассказываешь. Елизавета Евтифеева, Ленар Довлетяров, Универньюз.